Сегодня столичные коммунальщики помогали дому животных вывести горы мусора с новой территории. Хозяева вместе со всеми зверями должны переехать на новое место буквально на днях. Но самим справиться со свалкой во дворе было нереально. Подробности у Катерины Воронченко. Участок площадью в 25 соток, почти в центре столицы. Территория большая и удобная. Владельцы дома животных радовались удачной покупке, пока не поняли, что на вывоз мусора им придется внушительно потратиться. Штукает долларов. Если не больше. У нас мать ведет смету, пишет, сколько потрачено в эту усадьбу, чтобы мы потом знали, какой расход. Почему вы его взяли тогда, если тут так много мусора было? Во-первых, цена была относительно для нас подъемных. Плюс это в черте города. И здесь 25 соток. Плюс здесь, когда мы зашли, здесь бегали дикифазаны. Только сегодня мы работали, белку видели. То есть здесь очень хорошая такая экосистема. На новой территории обнаружилась настоящая свалка. Видимо, пока участок пустовал, кто-то повадился сбрасывать сюда мусор. На его вывоз Валентина и Глеб уже потратили 15 тысяч рублей. Каждый камаз веток, тряпок и хлама обошелся в 850 рублей. Всего вывезли 18 вот таких огромных кузовов мусора. И еще столько же лежит позади дома. Оценщик со спецавтохозяйства насчитал 200 тонн. 200 кубов. 200 кубов. Вот это то, что выехал Мерседес, он умещает 15. Хозяева дома животных написали письмо в госадминистрацию столицы. Прислали фото и видеосвалки. И вот сегодня коммунальные службы бесплатно помогли с неподъемным вопросом. Мы проводили очень много социальных акций. Мы принимали деток где-то бесплатно. Мы принимаем школьников. Мы делаем какие-то экскурсии. Мы готовы выезжать в детские дома. То есть очень большая есть социальная программа. И мы не просим на нее финансирование. Мы просто просим сейчас дойти нам старт, чтобы нам было где разместить животных. И дальше эта программа пойдет. Дома животных приходится переезжать в спешке. Хозяева прежнего места, где был зоопарк, продали дом и потребовали срочно освободить его. Сегодня вечером из старого дома увезли последние вольеры и енотов. 17 числа уже все должно быть чисто. 16-го мы должны знать. И перекопанный огород. Самое главное. В смысле? Ну у нас же стояли вольеры. Земля спрессовалась. Мы должны все вернуть в красивый вид. На новом месте пока в маленьких клетках ушастые совы недовольно ворчат. Вечером здесь планируют расселить еще соседей лис и белок. Еще несколько дней на участке будет работать коммунальная спецтехника. Весь мусор за раз вывезти не получится. В старом саманном доме без потолка и коммуникации предстоит много работы. Ближайший план утеплиться перед грядущими морозами. Греться звери и птицы пока будут вот от этой буржуйки. Катерина Воронченко и Дмитрий Лискович, ТСВ.